МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покупки онлайн обошлись им в 1700 рублей. И далее предлагаем послушать рассказ от первого лица. В инстаграме было подписано давно на аккаунт, который занимается мебелью. Решила приобрести у них несколько единиц. Оформив заказ, попросили из магазина менеджера 70% предоплаты. Ее я перевела им на карту. Заказ оформили, обещали доставку через две недели. В день доставки со мной никто не связался, и курьер не приехал. В свою очередь я написала представителям в инстаграм данного магазина. Они извинились и перенесли доставку на следующий день. В следующий день курьер также не приехал. Я опять написала менеджерам в инстаграм. И с этого момента они перестали выходить со мной на связь и заблокировали меня. Еще трое потерпевших безуспешно попытались приобрести одежду онлайн. Сотрудниками отделения по противодействию киберпреступности в Фурудинском РОВД по данным фактам проведены проверки. Возбуждены уголовные дела. Продолжит выпуск обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Сморгонские пограничники задержали литовца, который совершил убийство у себя на родине и скрывался в нашей стране. Была получена информация, что в Гродно находится 41-летний иностранец. На нашей территории мужчину ожидали подельники, которые арендовали для него жилье. Оказалось, задержанный уже отбывал наказание за различные преступления, в том числе и за убийство. По факту организации незаконного въезда, а также пребывания на территории Беларуси, возбуждено уголовное дело. За помощь в укрытии преступнику задержаны также двое белорусов. Что ты делаешь в Беларуси? Быстрее! Приехал с Литвы. Как ты приехал? Через Гринец. Ты человека убил. Также накануне из Беларуси в Турцию экстрадированы два человека. Один из них был в розыске у себя на родине за участие в терроризме. По линии Интерпола нашим правоохранителям поступил ориентир на подозреваемого. Молиционеры вышли на его след и передали своим турецким коллегам. Его соотечественник отбывал наказание в Беларуси за убийство в Витебске шесть лет назад. Принято решение об их экстрадиции на родину. Процедура состоялась в Национальном аэропорту Минск. Правоохранительным органам Турции передали. 43-летний мужчина, который находился в международном розыске за участие в деятельности террористической организации, а в нашей стране задержан при попытке пересечения государственной границы с поддельными документами. Хотел стать трейдером, а лишился 60 тысяч рублей. В Минске мужчина нашел предложение о подработке в интернете. Необходимо было участвовать в трейдинговых торгах. Объявление было весьма заманчивое. В кратчайшие сроки с помощью опытных консультантов капитал вырастет в разы. Для этого необходимо было пополнить свой электронный кошелек. Когда мужчина влез в долги и взял кредит в банке, понял, что стал жертвой мошенников. Спустя некоторое время специалисты платформы попытались уговорить мужчину совершить очередной платеж, но услышали от него отказ. Останавливаться было уже поздно, и аферисты стали убеждать потерпевшего взять в долг у знакомых или же оформить кредит. Поскольку такой реальной возможности увеличить свой капитал больше не будет. В этот момент мельчанин и понял, что попался на уловку мошенников. С 10 по 28 июня он перечислил на подконтрольный злоумышленникам счета более 60 тысяч рублей. Российские таможенники задержали партию Мефедрона на 2 миллиарда российских рублей. Запрещенный груз обнаружили в хоре, которая следовала из Средней Азии в Московский логистический центр. Наркотики спрятали среди груза с одеждой, бытовой химией и офисной техникой. Мефедрон был упакован в железные бочки. Всего таможенники изъяли 650 килограммов мефедрона и 150 килограммов рекурсоров для его производства. Это был проект «Зона Х». Не пропустите наш вечерний эфир на «Беларусь-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова